добрый вечер и друзья сегодня 19 апреля и сегодня были уже закончились выборы праймерис в штате нью-йорк и у демократов и у республиканцев сказать что там какие-то неожиданности могли произойти будет большим преувеличением то есть там довольно последовательно как бы лидировали и клинтон у демократов и трамп у республиканцев потому что это как бы у них но это их базовое такое место клинтон два срока избиралась от штата нью-йорк сенатором ну трамп там как просто местный надо сказать что интересно что сандерс бёрни сандерс он вообще родом из бруклина то есть он просто как бы урожденный такой нью-йоркиц нью-йоркер да ну в общем клинтон его побило где-нибудь так процентов 60 на 40 еще нет последних данных я когда выходил из офиса там посчитали 35 процентов примерно голосов и вот она его била там 60 на 40 но как я вам уже говорил что там где есть существенное количество афроамериканцев они практически все на стороне на стороне клинтон и если в целом по стране у демократов значит афроамериканцы это 20 процентов их электората то внутри такого партии демократического электората то в нью-йорке это может быть и 30 40 я даже не знаю много много вот так что как бы у сандерса там не было никаких особых шансов но он сократил разрыв то есть вот по опросам где-то еще там пару недель назад он отставал от нее там процентов на 30 а сейчас пока на 20 хотя вот день назад два дня назад был какой-то опрос в котором он отставал всего на 13 но вы знаете что опрашивающих контор много и у них не всегда совпадают там результаты а эти еще такие которые значит из всех опросов составляют с каким-то там коэффициентом чего-то и делают так сами никого не опрашивая делают такие прогнозы и довольно точное то есть вот там есть одна организация я посматриваю так они из 65 последних выборов угадали 55 то есть не угадали а точно предсказали что в общем то неплохо конечно не 100 но ничего и сами никого не опрашивая просто анализируя чужие значит опрос вот так что ничего кардинального такого не произошло но неожиданно но в общем и в целом конечно нью-йорк дает много голосов кандидатам и у республиканцев во всяком случае у демократов я не обращал внимание но то республиканцев там как бы победитель забирает все ну или так скажем почти все то есть получается такая история что из 95 голосов которые там есть всего у республиканцев 14 забирает тот кто выигрывает штат а дальше начинается так что там есть округа избирательные и вот если ты в округе набрал половину и больше то соответственно ты забираешь весь округ то есть не факт что это произойдет во всех округах но как бы идет близко к тому что трамп получит там если если не все 95 но то очень очень много мы не знаем сколько это даст ему серьезный отрыв от круза потому что круз отстаёт на 200 очков а так насчет отставать то может быть на 300 что что существенно но так в принципе вот то есть не исключено что когда выборы дойдут до калифорнии обычно калифорния ничего не решает потому что все уже решено вот так что когда в июне все это придет к нам сюда значит можете оказаться что от нас что-то зависит ну такая вот значит история надо сказать что победа в штате нью-йорк трамп победил так как бы очень существенно это первое первый раз когда он собрал больше 50 процентов в штате не вне всего штата месяца республиканцев до республиканского ректората это первый раз когда с ним это произошло никогда никогда не собирал большинства в отличие от скажем круза который очень очень часто это делал вот тем не менее значит вот интересная ситуация первый раз из всех там 20 с лишним штатов где он был первым первый раз он собрал больше 50 процентов ну вот такая картина в принципе на самом деле независимо от того что там дальше будет я думаю что как бы уже почти почти все известно то что будет в ноябре то есть когда будут выборы общие потому что от демократов мы как бы ну было бы трудно предположить что может быть не не клинтон это это я не знаю это только в случае чего-то такого супер там я не знаю оригинального не знаю чего то есть от демократов очевидно идет клинтон и клинтон как бы по таким опросам которые занимаются сравнением этого кандидата с тем этого с тем того с этим значит клинтон в принципе бьет трампа очень сильно но очень сильно с крузом она где-то то тоже как бы ведет но может быть не так круто поэтому даже не знаю что сказать в общем конечно основная основная заваруха интрига будет происходить видимо во время съезда республиканской партии потому что вряд ли трамп наберет достаточное количество голосов это будет открытая конвенция где им придется разбираться кого все-таки значит отправить может оказаться что это будет кто-то вообще которого сейчас еще нет на карте так сказать выборные так что в этом деле есть сохраняется пока некоторая интрига но в общем то как бы кандидатура трампа это не только отданная без боя победа хиллари клинтон но это еще и очень серьезный потенциально удар по тому большинству которое сегодня республиканцы имеют в обеих палатах относительно хрупкому большинству надо так сказать не не то что уж там прям совсем у них такое большинство доминирующее но может оказаться что народ как бы в протестном таком голосовании придут новые люди придут на к избирательным урнам которые так бы не пошли но но идут чтобы сказать нет трампу вот поэтому может оказаться что позиции республиканцев будут очень сильно подорваны поэтому трамп как кандидат это 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 кранты полный то есть не не просто не только президентского уровня выборов ноги обеих палат так что так так вот видится и так пишется люди пишут разные с разных точек зрения это для вас немножко перевариваю и так своими словами излагаю так что вот такая пока ситуация но надо сказать что что то я это как то теряется накал интерес теряется вот у меня лично как то я уже не то ли устал от этого всего то ли чё через неделю ровно 26 апреля будут сразу в пяти штатах выборы и там есть серьезный штат пенсильвания с большим количеством голосов ну и четыре там поменьше но в общем то я думаю что как бы демократическая гонка уже практически закончилась то конечно берни берни досаждает хиллари тем что не дает ей сосредоточиться на национальном уровне как бы борьбы она вынуждена с ним там гавкаться и все такое вместо того чтобы отключиться от этого и перейти уже на другой совсем уровень ну вот то есть он ее вынуждает иметь с собой дело но что тут скажешь не знаю но но в общем то уже так как бы нет нет интриги совсем но прикольно вот прикольно вот пришел такой мужик чем-то напоминает обаму который вышел неоткуда и вышиб стул из-под клинтонши восемь лет назад вот так же сандерс вышибить стул не удалось но так да клинтон что спасли афроамериканцы вот это необъяснимая любовь не знаю в общем такая такие вот у нас дела счастливо